Ассалам алейкум, здравствуйте! Приветствую вас на телеканале ННТ. Давно в студии программы «Жизненные истории» не было спортсменов. И вот сегодня заслуженный мастер спорта международного класса, дважды чемпион мира по грэпплингу Руслан Абдуллаев. У нас в гостях. Руслан, приветствую, спасибо, что пришел. Многие спортсмены, именно грэпплеры Руслана знают хорошо, какие у него чемпионские звания, как и он начинал заниматься этим видом спорта. А вот наши зрители и лично я знаю плохо твою биографическую справку. Скажи, пожалуйста, кто такой Руслан Абдуллаев? Немного об этом. Ну, заниматься грэпплингом я начал лет пять назад. Тогда еще тренировал Мурат Абдуллаев, как я помню. Ну, как я начал ходить к нему? Меня привел друг, мы как бы встретились на улице, и он мне сказал, что вот пойдем поборемся. Вот появился новый вид спорта, джиу-джитсу, грэпплинг. Ну, мы как-то обговорили, когда пойдем, и пошли на тренировки, поборолся я с ним. Тогда он мне сдал, помню, пять болевых. И я как бы задумался, как это так, вроде бы я его всегда выиграл, а у меня тут пять болевых был. И меня как бы это зацепило, что ли, я не знаю. Он, ну, он как бы у него сессия началась, и он перестал ходить, а я все ходил и ходил. Вообще, грэпплинг для меня, он очень скучный вид спорта. Уже извини. Вот, когда ты зашел в зал, видел, чем ребята занимаются, тебе был понятен этот вид спорта? Ну, поначалу, честно говоря, я вообще не понял этот вид спорта, потому что вся борьба проходила на партере, то есть на полу. И все время, как бы, Дагестан славится борцами, и эта борьба в стойке получается. Но когда ты видишь, что люди борются на полу, это было для меня поначалу дико. И когда начал пробовать себя в этом направлении, я заметил то, что у меня тоже начало получаться, и больше и больше у меня появился интерес к этому виду. Что послужило основанием остаться в этом виде спорта дальше? Я как бы ходил, у меня потом получился такой момент, что я перешел в другой клуб, и там встретился его тренера, Заура Ахмедова. И мне как человек, и как наставник, как брат старшего, он понравился. И до сих пор как бы тренируемся вместе с ним, и не только физически, и морально, но он и духовно наставляет. Первую серьезную награду ты завоевал на юношеском чемпионате России. И потом решил уже выступать среди взрослых. Но, к сожалению, в одном из поединков ты проигрываешь российскому спортсмену Роману Гаврикову. Тогда ты сказал, поражение от Гаврикова для меня большое огорчение. Как ты проходил в себя после этого поражения? У меня как бы, когда я выступал по юношам, у меня получалось так, что я все время выиграл, выиграл, и проигрыш для меня был на инку. Я перешел в взрослую категорию, ну, среди взрослых, и получилось так, что я встал на СКФО, вошел в состав сборной Дагестана и попал на чемпионат России. Там за выход в финал я встретился с Романом Гавриковым. Я ему проиграл со счетом 4-2 или 4-1, сейчас точно не могу сказать. И первый день там получалось было так, что был грэпплинг ги и грэпплинг он ги. Это то есть в кимоно и без. Первый день был без кимоно, я проиграл ему, и теперь я настраиваюсь на следующий день, думаю, ну, второй день я по-любому должен выиграть. Получилось так, и второй день мы попались на выход в финал, и второй день я ему проиграл. Тогда я очень сильно расстроился, было плохое состояние такое. Сегодня у Руслана Абдуллаева называют самым титулованным грэпплером из Дагестана, одним из лучших грэпплеров мира. Тебе важно доказать всей стране, что Руслан Абдуллаев является лучшим грэпплером России? Я как бы никому ничего доказывать не собираюсь, я в первую очередь для себя это все делаю. И вот люди сами как бы все это... Вообще рейтинги для тебя не важны? Конечно, любой спортсмен хочет быть первым. Первый в рейтинге. В 2015 году ты признал спортсменом года по версии Министерства спорта Республики Дагестан. Насколько такие награды для тебя важны? Приятно, когда замечают и поддерживают со стороны Министерства. Конечно же приятно, потому что это как-никак награда на высоком уровне, можно сказать. Сегодня внимание, насколько оказано грэпплинг вообще этому виду спорта в Дагестане? Ну, грэпплинг это получается новый вид спорта и соответственно он только развивается. И за период 5 лет он набрал очень большие обороты. Вся молодежь, можно сказать, уже занимается этим видом. На дагестанских, на республиканских турнирах в последнее время редко тебя вижу, но на одном из последних турниров в Буйнакске я заметил, что особую физическую силу для победы ты не используешь. И все победы, которые ты одерживаешь, это за счет техники. Что все-таки для грэпплира важно? Физическая сила или техника? Всесторонне должен быть разы. Но когда частенько я выступаю в плюсовых, весовых категориях, это свыше 100, потому что в нижних категориях там много своих друзей. Поэтому, чтобы с ними не встречаться, мне приходится идти в плюсы. И там, конечно же, физически я не смогу с ними состязаться. Поэтому приходится опять-таки выйти на болевой, можно сказать. Руслан, скажи, пожалуйста, кто оказал влияние на стиль твоих схваток? Конечно, мой тренер, Завор, он как бы поначалу смотрел, как я выступаю на соревнованиях. И потом, после схвата, говорил, вот здесь нужно доработать, здесь ты неправильно сделал, вот так лучше. И, конечно же, пришли к лучшему варианту. И мы скоро работаем, и улучшаемся. Это очень хорошо. Вот тебе доводилось включать в поединке запредельный запас воли, чтобы добиться победы? Конечно, когда человек устает и уже нет сил продолжать, там уже, по-моему, включается этот силовой дух, как говорят в Дагестане. На дагестанском ковре кто для тебя самый неудобный соперник? Мой самый неудобный соперник – это Абдурахман Белару. Он как бы у нас и тренер, и спортсмен, поэтому мы как бы в одной из его категорий, можно сказать, и с ним самый неудобный он для меня. Ты его выигрывал? Мы серьезно с ним не боролись, только вот в зале. В зале? Какой счет? В зале он выигрывает меня, конечно. Хорошо. Вот часто после схватки о чем ты задумываешься? Работать, продолжать тренироваться. Ну, по-разному. Если выиграю, то, по-моему, просто радостно буду. Если проиграю, то задумываюсь надо. Очень часто вы бываете на сборах и на турнирах в Дубае. А вот за несколько минут до записи передачи ты рассказывал, что ты потерялся в Дубае и 10 часов гулял туда-сюда по городу. Мне интересно было послушать об этом и будет интересно послушать нашим зрителям. Да, конечно, я расскажу. Это произошло два года назад, тогда я впервые полетел в Абудабе, то есть в Дубай. Это получилось так, что наши со мной, которые прилетели, ребята, они заселились, а я у брата остался. И ночью мы, они должны были улететь на следующий день, а ночью мы решили погулять. Мы погуляли до утра, и утром, короче, он отвез меня на метро, мы поехали до моей станции. Он говорит, ты точно, мы выходим из станции, он говорит, мне зачем спускаться, ты точно же знаешь, куда, что выйти? Я говорю, да, конечно, знаю, я отсюда все время иду. Я попрошался с ним, выхожу, спустился вниз и вышел, думаю, а где я, короче, какое ощущение? Вроде бы узнал и вроде бы не знаю, как такое состояние. Выхожу, иду в одну сторону, иду, 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 иду. Получается так, что район был GLT, и все дома одинаковые там. Подхожу, захожу, вроде бы тот дом, захожу, смотрю, в фойе не только, выхожу, иду дальше, получается, по кругу хожу. Короче, с 12 утра до 12 вечера я ходил, я не знал. В итоге как нашел свой дом? Я не знал, как английский язык, а я подхожу, не могу спросить, не знаю, как. Иду, иду, уже полчаса было 11.40, что ли, 11.30, как раз на время посмотрел в этот момент, иду, и там дом был такой, прямо около метро, большое здание. Смотрю, там, в топ-тим, в лимой футболке два мужика стоят. Я такой, аж глаза вытел, думаю, мне чего, уже мерещится, что ли. Подбежал, подхожу, смотрю, он говорит, Лаги, ты где бродишь, тебя все ищут, все до экстанции, которые тут в Дубае, тебя ищут уже. В общем, благодаря футболкам топ-тима Руслан Абдулаев не потерялся в Дубае. Вообще, чем город Дубаи отличается от других городов мира? Чем он интересен, чем он полезен, и чем он вреден? Вреден, наверное, своей жарой. Я вообще эту жару не могу переносить. Там красиво просто, наверное. Дома, все, престиж. Вот ты сказал, что мог бы легко найти дорогу, если бы ты знал английский язык. Сегодня учить английский язык ты начал? Я, да, начал. Ну, какие успехи? Пока только могу спросить, ну, там, сколько стоит, там, пару слов выучил. Можешь нашим зрителям адресовать пару слов на английском языке? How much? What is it? What do you do? Ну, я думаю, Руслан, у тебя все получится, и обязательно ты будешь нам тоже помогать перевозить вопросы английским спортсменам, когда будете сюда приезжать, иностранным спортсменам. В нашем недавнем разговоре в городе Буйнакс ты рассказал, что хочешь перейти в другой вид спорта, именно смешанное единоборство. Какие перспективы этой идеи? На сегодняшний день ММА очень сильно развит, и еще продолжает развиваться, и как бы в нем крутится основной оборот финансов, поэтому, я думаю, перейти в этот вид спорта, потому что дальше развиваться. Вообще, какие глобальные задачи в спорте у тебя? Конечно, бы хотелось бы выиграть чемпионат мира АДЦЦ, он считается самым престижным чемпионатом мира по грэпплингу. Вот на данный момент эта задача есть. У нас в Дагестане и по всей России умеют хорошо поощрять и поддерживать спортсменов. Никто с этим спорить не будет. Ну, естественно, олимпийские виды спорта. Ну, и есть и другие виды спорта, которые не входят в олимпийскую систему, но их тоже частенько поощряют. Вот, например, другие области победители культурных фестивалей, ну и прочее-прочее, совсем не поощряют. Ну, ты как представитель спорта согласен с этим, что нельзя все время поощрять спортсменов, надо поощрять и другую молодежь. Конечно. Всех надо поощрять за то, что они какой-то вклад в развитие выносят. Почему тогда, на твой взгляд, уделяют огромное внимание только спортсменам? Я вот не видел, чтобы победителя олимпиады по физике всемирной или всероссийской так поощряли. Народ просто, по-моему, привык к этому, что только спортсменов поощряют. И как бы даже много будет, ему еще будет давать. Ты пока молодой спортсмен. Вообще планы уйти спорта есть? Я слышал, что ты сейчас учишься в правовой академии, и есть мысли о том, что работают в правоохранительных органах. Насколько это правда? Да, я хочу сначала доучиться, пока у меня есть какое-то время. Я буду тренироваться и развиваться. А потом уже хочу работать в органах. Откуда такая любовь к правоохранительным органам для работы в этой сфере? У меня отец наставляет, чтобы я именно в правоохранительных органах работал. Я желаю тебе успехов. Переходим к нашим коротким вопросам. Руслан, что ты больше всего ценил в женщине? Честность. Чтобы придерживалась норма шариата. А мужчине? Праведность. Чтобы тоже честность, можно сказать. Ты способен убить человека? Нет. Ты поймал золотую рыбку, рыбка просит отпустить, при этом исполняет три твоих желания. Какие три желания ты загадаешь? Желание, наверное, чтобы все-таки выиграл этот чемпионат мира. Также, наверное, каждый загадал бы побольше денег. И чтобы все родственники, все мои друзья, близкие, все были всегда здоровы. По десятибальной шкале на каком месте для тебя деньги? Пять-пятерка, наверное, посередине. По десятибальной шкале на каком месте для тебя слава? Я как бы не охочусь за славой. Ну, не знаю. Наверное, тоже на пятом месте. Деньги или слава? Все-таки, наверное, слава. Слава или власть? Слава. Власть или деньги? Власть. А ты боишься смерти? Я смерти не боюсь, я боюсь, что будет после смерти. Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Попрошу, наверное, прощения за все, что золо плохое. Друзья, это был Руслан Абдулаев. Руслан, всего доброго, спасибо. Мы с вами прощаемся ровно на неделю. Увидимся в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова